Каталон с Алексеем. Популярный вариант за ДЦ. Ну, здесь, конечно, главный ход 34. Я сыграл где-то Д1. Рослав Призинт рекомендовал это в одном из своих роликов. И... Непонятный комментарий. Да, и интересный вариант. Мне кажется, что ЛФ3 здесь самая сильная. Опять ход тоже популярен. Конь идет через А6 на В4, с другой стороны белый конь идет на Е5 и заодно защищает пуля Д3. Поэтому белый, видимо, отыгрывает пешку. Если имбирать слон Е8, то большой вопрос, кем лучше брать. Да, слон Е8 не последовал. Просто такой Д3. Здесь у белых небольшой перерез за счет ладения центра. Но тут слабость пункта Б4 неприятна. В многих позициях сказывается. Слон Ж5 можно пойти. Здесь слон Ф4. Слон Ж5, А6. Взяли. Взяли Е5, а не Е4. Наверное, должна быть выиграть. То есть на Ж5 просто бью, играю Е5. Собираюсь слона и пытаюсь как-то окучить пешку С. Хотя, да, конечно, то, что у меня своя пешка находится на А4, а не на А2, это очень плохо для белых. Да, вот потом Алексей сразу развязывается. Ну, может быть, вот тут будет какой-то перевес. Может быть, и нет, правда. Да, наверное, нет, потому что черные не обязаны брать ферзя, к сожалению. Могут сыграть А8 сначала. Могу брать ферзя на С6. А слон-то идет. И непонятно, что дальше. Могу забрать ферзя. Да, если бы у белых пешка не стояла, а не на А4, то было бы это приятно. А так ничего нет. Ну ладно, заберу ферзя. Я С1. Видимо, при слабости B2 и C7 должны равновеситься. Правда, мне зачем-то сбрасывают пешку. Почему бы не взять? А, там слон-Д8, прошу прощения, я уже, конечно, зеваю. Размеры изменены будут для C7 и слон-Д8. Плохо. А брать-то все равно пойдет, скорее всего. Просто куда отходить к ГГМ? Можно на C5, можно на C3. На C3 это C6. Конь Е2. Ц5. Конь Ф4, Д4. Конь Д5, слон Ф8. И, собственно, непонятно, чего мы достигли. Значит, пойду на C5. Мне очень мне нравятся последние изменения в позиции 2-ой станции. Слабость пешки C по-прежнему сохраняется. Ладно. Проверю пешку на C7. Интересно, будет ли все ее защищать путем ноде B7 или будет пытаться уйти в какую-то контррирование. Защитил пешку. Теперь надо ставить на C6. Блокировать пешку C. Может быть, пытаться в будущем атаковать пешку D. Какие-то шансы остаться с одной лишней белой здесь есть все-таки. D4. Немножко недооценил ход D4. Можно вернуться к коню. Можно пойти лоди АЦ4. Сыграю лоди АЦ4. Акта за C5. Что я делаю? Непонятно. Конечно, конь сегодня встанет на D3. Но вряд ли это хорошо. Лоди АЦ7. С другой стороны король побежит на E4. Быстро. В случае ухода в посильную оборону. А не уйти в посильную оборону. Видимо, черные все-таки решили лоди АЦ3. Заберу. Ну, Солнце 5 это борьба за ничью уныло. Может быть, там, кстати, и будет ничья. Но лоди АЦ2 это повеселее. Рагун D3 теперь грозит лоди АЦ8. Черные могут, конечно, уйти с шахом. Но, в принципе, по сути, это ничего не меняет. Так, ну, тогда шах и АС теперь на D4. Это, видимо, грубый зелок. Да. Счет станет 2-1. Всем спасибо за внимание.